На пороге кадрового агентства в Москве завязался настоящий бой. В ход пошли не только кулаки, но и монтировка. С ее помощью сотрудники фирмы пытались прогнать непрошенных и очень агрессивных гостей. Дело в том, что активисты молодежного движения узнали, что в конторе обманывают клиентов и пришли разобраться с вероятными мошенниками. До чего может довести плохая работа? В материале Марка Драницына. Активисты молодежного движения штурмуют агентство по подбору персонала. Они уверены, здесь обманывают людей. Драка начинается еще на входе. Затем участники потасовки перемещаются в коридор. Охранники всеми силами пытаются прогнать агрессивных гостей. Уже непонятно, кто на кого напал. В кабинете люди, которые пришли сюда в поисках работы. Но когда мужчинам объясняют, что здесь их обязательно обманут, у некоторых сдают нервы. А эти кадры мы сняли за несколько часов до акции. В агентство можно попасть только по предварительному звонку. Охранник на входе тщательно проверяет клиентов, кто, от кого пришел и зачем. За внушительную сумму здесь обещают подыскать приличную работу и даже обеспечить квартирой. Причем рекрутинговая компания не спрашивает документов. Главное, заплатите. Вакансия обязательно найдется. В следующем кабинете оформляется такой вот нехитрый документ с адресом и можно отправляться на работу. В ящике лежат десятки договоров. У входа в контору очередной клиент. Мужчина только что вышел из агентства в гневе. Он читает, что там одни мошенники. Мы приехали, нам долялись, приехали на это место, нам сказали, что нам ничего не требуется. Нормально. Тоже дали ему денег за форму. Тоже за форму. Место работы – крупный торговый центр. Новым работникам сразу дает понять, что условия проживания спартанские. Зарплату каждый день, как обещали в агентстве, никто платить не будет. Первую зарплату мы получаем. Жить предлагают прямо в торговом центре. На верхних этажах. Здесь же и спальня, и кухня с душевой. Правда, старшая охрана говорит, что все это временно. Естественно, никакой квартиры нет. Большинство соискателей – приезжие, у которых нет ни лицензии, ни регистрации. Поэтому обманутые люди редко жалуются в полицию. Кстати, во время драки в конторе появляются стражи порядка, но у сотрудников есть планы на этот случай. Охранники прячутся в подсобке, офисные клетки убирают документы и уничтожают файлы на компьютерах. Вот в этой комнате и находится вся бухгалтерия. Вот, к примеру, здесь, на этой полке находятся доступные вакансии. Кто тут? Грузчики, упаковщики, охранники, фасовщики. Здесь находятся места работы около 10 или даже 15 из станций метро. На этом столе проводятся все операции. То есть человек приходит сюда, отдает деньги, ему подбирают работу. Вот, давайте посмотрим. Наверняка здесь находится еще какая-нибудь интересная документация. Да, действительно, вот именно такие желтые бумажки, такие желтые бумажки и отдают всем потенциальным соискателям работы. На вопросы стражи порядка сотрудники агентства не отвечают. Почти все симулируют приступ какой-то страшной болезни. У вас амнезия? Да, есть управление. То есть вы психически нездоровый человек, получается? Я не знаю, психически или не психически. Скорее всего, деятельность агентства на время проверки приостановится. Сейчас полицейские изучают все документы и опрашивают потенциальных жертв. Однако большинство активистов уверены, закрыть контору навсегда вряд ли получится. Во всех договорах стоит пункт. Претензий к фирме не имею, поэтому не исключено, что через пару дней на кольце этого заведения снова выстроится очередь. Марк Драница, Владимир Букатко и Алексей Федотовский. Экстренный вызов.